Друзья, всем привет! Вы на канале Белозеров. Мы сегодня с вами смотрим Качество, функционал равно отличная цена. Что это, ребят? Это Xiaomi 70MAI. Я думаю, вы многие знаете про эту компанию. Как минимум тысячными, десятками тысяч разлетался видеорегистратор Xiaomi 70MAI PRO. Я его по сегодняшний день использую. Расскажу еще некоторые моменты. И также другие товары. Это классный крутой автокомпрессор, новый пылесос, датчики давления в шинах. И все это стоит не космических денег, но выполняет свои функции. И реально убивает всех других конкурентов в этой сфере. Потому что действительно качество, функционал и цена. Ребят, Xiaomi 70MAI самые крутые товары. Смотрим. Поехали. Система контроля давления в шинах автомобиля. Большинство автомобилей на заводе не комплектуется данной функцией. Поэтому все еще актуальны сторонние устройства для мониторинга. За пять лет моей работы я много разных версий перетестировал. Раньше такие гаджеты стоили более 100 долларов. Сейчас уже есть варианты от NoName за 15-30. Xiaomi 70MAI предлагает свою версию. Особенность ее в том, что она подключается к вашему смартфону и головному устройству, которое установлено в машине, если у вас есть такое, на Android. В одном из видео мы тестировали внутренние, а это наружный вариант, который не требует бортировки колес. Просто снимаем вашу старую заглушку и вместо нее ставим новую и зажимаем шайбой для надежности и для того, чтобы не могли быстро у вас ее снять. Кто скажет, воруют? Ребят, воруют. Не отрицаю. Ради эксперимента я полтора года ездил с такими датчиками. Не украли ни один. Тут уже как повезет, но зачастую зачем ворам датчики без базы или вообще один-второй для разных колес? База представляет собой устройство с солнечной панелью, встроенным аккумулятором и дисплеем. Считывание и запуск происходит автоматически после начала движения автомобиля. Отображается температура, давление. И вот вам, ребят, живой пример из моей жизни. Не так давно у меня вышел из строя подшипник ступицы переднего колеса. Дал небольшой перекос на кочке и из-за этого подклинили передние колодки. Я ехал по трассе, случилось это после небольшой кочки. Я почувствовал, что машина стала тяжелее ехать. И в итоге датчик через минут 5-10 запищал. Я глянул, а температура колеса была под 70 градусов. Ночь, зима, холодно. Пытался как-то расклинить колодки, кое-как что-то получилось. Потом в следующем менял подшипник, менял колодки. И в целом это совсем другая история. Но проблему я увидел сразу на мониторе системы. И без этой системы я бы понял, если бы остановился, вышел из машины, потрогал разные колеса. Какое было бы горячее, то и понятно было, дело клинило. Но одно дело подклинивает, и ты где-то возле дома. А другое дело, когда далеко от дома, нужно как-то доехать, добраться. Так можно проехать немного, но контролировать температуру, чтобы не превысило, к примеру, там 70 градусов. Чтобы вообще колесо не стрельнуло. В общем, больше знаешь, больше манипуляций у тебя есть. Таким образом я и доехал. Температура поднималась до 70, останавливался, ждал немного, потом двигался дальше и кое-как добрался до дому. Еще в этом видео у нас конкурс, друзья. Самые простые условия делаем вот так на этот ролик. Если вы подписаны на мой канал, то это уже упрощает все дело. Я теперь, кстати, ребят, вижу, кто подписан на мой канал и сколько времени. Так что лайк, подписка и пишите комментарий. Именно по комментариям мы будем искать победителя. Разыгрываем мы классную, крутую, высокоскоростную зарядную станцию. Адаптер для прикуривателя от 70MAI точно вам пригодится. Если не пригодится, то в любом случае вы будете использовать, потому что действительно крутая штука. Мы уже тестировали с вами. И это также один из лучших товаров Xiaomi 70MAI. Автомобильная зарядка в прикуриватель с классной подсветкой. Лишней точно не будет. Лайк, подписка и комментарий. Условия, ребят, простые. Смотрим обзор дальше. Самым продаваемым, самым лучшим видеорегистратором в 2018, 2019 и в начале 2020 года по соотношению цена, качество, функционал, ребят, я по-прежнему считаю устройство Xiaomi 70MAI Pro. Много друзей купили по моему совету. Наш обзор на YouTube собрал 320 тысяч просмотров и там более 6 тысяч лайков. За полтора года у нас выходили обзоры на десятки других моделей, но во всех побеждал или был на уровне 70MAI Pro. Я по сегодня его использую и еще ни разу он меня не подводил. Ситуаций было много за это время. Не один раз я обращался к нему, вытаскивал файлы, просто оценить ситуацию, показать друзьям, что происходило, или для каких-то других целей. В одном из роликов я наказал штрафом депутата нашего местного, который поворачивал к себе на заправку без включения сигнала поворота. Он постоянно это делает, постоянно нарушал и там уже было ДТП с его участием, с тяжелым исходом. Вот он получил еще один штраф. На форуме ФОПДА 850 страниц обсуждений регика. Это говорит о том, что реально много людей его купили. Не отрицаю, что у многих есть вопросы по нему. Некоторые просто пытаются что-то усовершенствовать, добавляют разные озвучки в стиле кожаных мешков, делают различные звуки, производят точные замеры оптики, батареи и так далее. Для меня важно, ведь регистратор снимает в 2К разрешении, в хорошем, не боится перепадов температур, подключение по Wi-Fi, есть экран, хорошая ночная съемка, технология Defog, антитуман, EVDR, голосовые подсказки. И с момента первого обзора моего много, конечно, изменилось. Появились схемы для съемки тайлапсов, куча кастомных прошивок было. Но я вообще ничего не делал, как ездил с того времени, так и езжу. Это уже если будет совсем скучно или захочется чего-то еще, тогда можно будет прошиться, обновиться и так далее. Но возможно в этом году Xiaomi выпустят еще какой-нибудь интересный вариант видеорегистратора от 70Mai. Это будет хит, точно. Не знаю, но то, что 70Mai Pro реально хорош, это правда. Неделю назад от публикации этого ролика я тестировал пылесос дешевый, автомобильный. Вы просили еще опробовать версию от 70Mai, и в этом видео я также добавляю этот товар в лучшее. И он точно должен здесь быть, так как устройство реально крутое и технологичное. Разница в 15 долларов. Но за такую цену, за такую переплату мы получаем более лучший дизайн, как по мне, хороший пластик, мотор установлен мощнее на 15%, а также самое главное, есть индикатор заряда аккумулятора и удобный современный порт Type-C для зарядки самого устройства. При зарядке горит индикация, но тут тоже есть у меня вопрос. При зарядке нельзя использовать пылесос, это минус. Так как если у вас разрядился аккумулятор в нем, и вы хотите от прикуривателя через адаптер попробовать включить его, ничего не получится. Нужно подключить, подождать пока аккумулятор будет заряжен. Если вам что-то мелкое нужно убрать, для чего и используя зачастую такой пылесос на пару минут работы, то нужно поставить все на зарядку минут на 20. Тогда подзарядиться и можно будет работать 2 минуты. Аккумулятор на 4000 мАч. Полная зарядка длится 3 часа, и пылесос от полного заряда сможет проработать 24 минуты. Это много. По отзывам я понял, что цена часто бывает в районе 1700 рублей. На распродаже 11-го была цена 27 долларов. Сейчас немного подняли, конечно, но можно ловить цену и поймать самую дешевую. Ставьте расширение Letyshops, оно покажет динамику цены, и вы сможете понять, когда лучше покупать, когда лучше не покупать. В общем, смотрите, устанавливайте, ссылка самая первая под видео. Рекомендую, сам использую постоянно. Ребята, и чтобы точно быть уверенным, что цена низкая, сегодня распродажа. В магазине 70 мои сейчас открыл. Вот действительно красные ценники, и Letyshops показывает, что действительно цена сегодня самая низкая. Можете проверить сами. Хорошие цены именно сегодня 19 февраля 2020 года. В магазине 70 мои распродажа товаров. Можете что-то покупать. Ребята, распродажа, распродажа. Но хотим цену еще дешевле? Хотим? Не вопрос. У администрации выпросил эксклюзивный купон для вас, ребят. 70 белозеров. Делает скидку 10 долларов при заказе от 50. К примеру, видеорегистратора стоит 51.99. Применяем купон, и цена получается 41.99. Это очень крутая цена для этого видеорегистратора. Крутая цена. 70 белозеров. Код купона в описании. И очень важное, ребят, условие. Действует всего лишь 100 раз. Разберут молниеносно, быстро. Поэтому кто успел, тот и успел. Бросаем все, идем заказывать. Выбираем себе товары. 70 белозеров. Промокод внизу в описании. Раскрываем, копируем и заказываем. Безусловно, хитом 2019 года, конца 2019-го, стал автомобильный компрессор с возможностью автоматического отключения. Сенсорным дисплеем. Все это дело имеет металлический каркас, а сама начинка встроена в него. Не нужно ничего мудрить и придумывать. Все просто и круто. Самое главное, установлен инверторный мотор. По заявлению производителя, работать непрерывно может 24 часа. В реальности, в один заход вообще без проблем можно накачать все колеса в автомобиле. Это мой основной компрессор, который отлично нашел себе место в багажнике автомобиля. За время тестирования с прошлого времени ничего не изменилось. Все хорошо. Много друзей заказали. И сейчас один продается в моем инстаграме. Там сотни разных товаров с низкой ценой. Переходите, подписывайтесь, выбирайте товары. Стараемся быстро отправлять и пополнять. Доставка пока только по Украине. Все полезные для тебя ссылки сам внизу в описании. Отличный результат. Подключили, включили и компрессор справился с задачей достаточно быстро. Да и шумит в целом-то не сильно. Быстро спрятали провода, взяли запрочную ручку из ткани и спрятали в багажнике. Удобное, классное решение от Xiaomi. Что могу сказать? Красавцы! Во многих магазинах просто разлетелись эти товары, как горячие пирожки. Я первый заказ еще, ребят, делал 4 месяца назад, но так его не получил. Там продавец не отправил, вернул деньги. Сейчас уже вроде как доступно везде, без проблем. Отличным дополнением к компрессору стал Powerbank Jump Starter, который показал отличные честные характеристики в ходе наших тестов и справляется со своей задачей на 100% при пуске автомобиля с объемом турбированного двигателя 1,8 литра после заморозки самого устройства в морозильной камере. Что было и как это все происходило, смотрим. Ребят, пробуем это все одним дублем сделать. Да, Powerbank этот замерзший весь, в холоде пролежал, наверное, пару часов. То есть максимально ситуация приближенная к реальным действиям, если он у вас лежал в машине там. По большей части, ребят, проблемы случаются в зимний период времени. Аккумулятор теряет свои силы, так сказать, либо вы перемещаетесь на короткие расстояния, плюс постоянно со светом, печкой, возможно, музыкой, попогрелками и так далее. Я не один раз сталкивался сам и выручал других севшим аккумулятором. Поэтому я еще заморозил Jump Starter, чтобы приблизить условия, так сказать, к реальным зимним. Важная встреча, срочная поездка, опаздывать или вообще где-то в поле, или в лесу, и сел аккумулятор, это, конечно, проблема. Я вот помню, тоже была ситуация, и сам не смог столкнуть машину, рядом никого не было, пришлось вызывать такси, платить таксисту и просить его помочь прикурить. Время это заняло, конечно, немало. В общем, подключаю я вообще без аккумулятора. Многие писали, можно убить блоки в машине, так как с генератора току нужно куда-то деваться. Не знаю, на самом разъеме вроде как есть необходимая схема для предотвращения такого хода событий. Да и за 5 лет и более 20 таких тестов с разными Jump Starter плохого ничего не случилось. Запускаем. В гараже температура 5 градусов, да, ну, пауэрбанк холодный. И температура двигателя 0. Включилась система навигации моя магнитола. Все, отключился. То есть, видите, 30 секунд проходит, отключается. Давайте еще раз нажмем кнопку, чтобы уже все было понятно. Вот эту кнопочку жмем. Все. Действие у нас активное. Все снова загорелось и запускаемся. Все. Еще раз давайте попробуем опять же эту ситуацию. Опять жмем кнопочку. Горит, кстати, 3,5 деления. Есть. И еще раз стартуем. Ждем. Оп. Все отлично. На сегодня, друзья, все. Мы в следующих роликах будем еще тестировать новинки от этой компании, потому что ассортимент расширяется. И вам не все показал. Можете больше увидеть по ссылкам в описании. Там действительно крутой ассортимент. Много отзывов, много различных комментариев, заказов и так далее. Можете выбрать, посмотреть, реально что-то для себя найдете. Также заходите в мой инстаграм. Там продается, как минимум, автокомпрессор этот. Если уже не продался, быстро все разлетается. Там другие есть товары интересные, с хорошими ценами. Ребят, вы были на канале Белозеров. Я продолжаю для вас снимать уже новый ролик про крутые товары Xiaomi. Поэтому подписываемся, ставим лайки, пишем ваши комментарии. Стараюсь все читать. Принимаем участие в конкурсе. Увидимся очень скоро.